Уважаемый председатель, уважаемые коллеги, которые в зале, которые нас наблюдают через экраны своих компьютеров, давайте мы сейчас перейдем на другой уровень от молекулярных тонкостей к макроскопической характеристике, причем характеристика опухолевого процесса в отображении лучей. Лучевая диагностика, выявление метастатического поражения при раке молочной железы. В нашем арсенале достаточно большое количество технологий визуализации опухолевого процесса, как первичной локализации, так и метастатического поражения. Классический метод маммография, зарекомендовавший себя, являющийся базовым методом. Ультразыковая диагностика достаточно эффективно справляется с определенной локализацией, с размерами и структурой опухолевого узла, как первичной локализацией, так и распространение по лимфатическим коллекторам и гематогенным метастазам. Магниторезнасная томография, визуализация достаточно хорошая, эффективная, поддоказала свою очень высокую эффективность в визуализации первичного опухолевого процесса и метастатического поражения. И, конечно же, технологии радионуклидной диагностики, которые больше уходят в область функциональной характеристики опухолевой ткани, и принцип отображения больше заключается в том, что опухоль избирательно накапливает тот или иной радиофарм препарат. Если мы говорим о метастазировании, конечно же, принцип лучевой диагностики заключается в том, что мы концентрируем свое внимание при обследовании таких пациентов на те места, где мы наиболее вероятно увидим это метастатическое поражение. По статистическим данным, здесь одно из исследований приведено, наиболее часто выявляем метастатические поражения при раке молочной железы – это легкие, включая плевральные изменения, печень и кости. Но и в меньшей количестве случаев все остальные органы могут иметь представительство метастатического распространения. В этих случаях, конечно, иногда у нас имеются какие-то затруднения в дифференциальной диагностике, это какие-то атипичные находки или случайные находки, которые требуют дальнейшей верификации, как правило. Ну, давайте мы по порядку пойдем сверху вниз, как принято в анатомической характеристике органов и тканей. Головной мозг. Да, действительно, поражения головного мозга, они случаются, они достаточно явные, когда клинические проявления поражения связаны с выпадением каких-то функций, очаговая симптоматика и так далее. Это является основным показанием для исследования головного мозга. Когда мы видим при компьютерной томографии такой очаг с перифокальным оттеком, сомнений у нас нет никаких, что это метастатическое поражение. Но это не всегда так. В данном случае есть клиническая симптоматика, есть минимальная, но дефицит неврологический, но при компьютерной томографии с введением, естественно, контрастного вещества мы никаких, даже вторичных признаков очагового поражения головного мозга не обнаруживаем. Что же делать до этой ситуации? Вопрос достаточно актуальный. Меняется тактика введения больного, введяются принципы лечения и так далее. На помощь приходит другой метод – магниторизнация томографии. На сегодняшний момент это базовая технология для визуализации нервной ткани, центральной нервной системы, головной мозг, спиной мозг. И любое предполагаемое поражение головного мозга требует выполнения проведения магниторизнации томографии с контрастным усилением. И мы обнаруживаем субкортикальный, минимальный очаг, который не вызывает никаких вторичных проявлений, дислокации, отека и так далее. Но это метастатическое поражение головного мозга. Головной мозг, поражение головного мозга при магниторизнации томографии достаточно явно визуализируется. При контрастировании это один из самых краеугольных камней проведения исследования, обследования пациентов с подозрением на метастатическое поражение головного мозга. Без введения контрастного вещества считать полноценным исследование головного мозга в этой ситуации нельзя. Поэтому это обязательное условие. И здесь условие достаточно, именно достаточно еще, обращаю ваше внимание, достаточно контрастирования. Я так понимаю, основная аудитория состоит из онкологов, поэтому вы должны настаивать и требовать от врачей лучевой диагностики, которые с вами работают, на проведение методически правильного исследования. Если вы указали цель исследования, то врач-венгинолог уже понимает, что здесь нужно использовать контрастное усиление. Достаточное контрастирование – такое понятие тоже неконкретное. В некоторых лечебных учреждениях достаточным контрастированием считается повышение дозы вводимого препарата в два раза. Такие ведущие лечебные учреждения у нас в стране и в мире, которые занимаются целенаправленно поражением центральной нервной системы, нейрохирургические госпиталя и так далее. Следующее условие, которое мы говорим о том, что исследование выполнено на достаточном уровне, и мы можем уверенно говорить об отсутствии или наличии значимых метастатических поражений, это толщина среза. Толщина среза не должна превышать 2 мм. Дальше я расскажу об этом. На этом слайде представлены явные метастатические очаги в ткани головного мозга. Один с перифокальным отеком, другой не такой выраженный перифокальный отек. И другое метастатическое поражение – это отложение опухолевых клеток по оболочкам головного мозга, лептомингиальные изменения, которые могут быть достаточно протяженными. Это тоже метастатическое поражение головного мозга. На это тоже нужно обращать внимание. Здесь представлены как раз-таки два случая. С левой стороны слайда данные, с которыми пациент поступил в нашу клинику. И, конечно, мы видим, что здесь есть метастатическое поражение. Три метастаза обнаружено, но при этом выполнялось сканирование с толщиной среза 5 мм. Вы видите и яркость визуализации этих метастатических очагов. Мы вынуждены были повторить это исследование. И, конечно же, мы достаточно ввели контрастное вещество, как я уже говорил, да, они экономили на контрастном веществе. И, конечно, отображение этих метастатических очагов значительно лучше. Дополнительно в области мозжечка мы нашли еще несколько очагов, которые также являлись метастазами. Поэтому соблюдение технологии сканирования – это основной принцип, чтобы мы уверенно сказали, есть поражение головного мозга или нет. Следующее, ниже опускаемся по организму. И мы останавливаемся на обследовании грудной клетки, метастатическое поражение лимфатических узлов, средостения, так же, как и исследование головного мозга. Мы настаиваем на том, чтобы исследование проводилось только с введением контрастного вещества. Это значительно облегчает диагностику и визуализацию опухолевых лимфатических узлов. Они очень хорошо конкурируют на фоне контрастированных сосудов. Это облегчает дальнейшую характеристику динамики изменений этих очагов при проведении лечебных мероприятий. Если у пациента имеются аллергические проявления на йод, содержащий контрастное вещество, можем ли мы обследовать область средостения каким-то другим способом? Можем ли мы получить информацию о лимфатических узлах средостения или нет? Конечно же, можем. И методом выбора в этой ситуации является магниторезонанская томография. Да, действительно, магниторезонанская томография не так хорошо визуализирует легочную ткань. И мы видим в проекции легочных полей такую пустоту. И сигнал от легочной ткани практически рассеивается. Но, тем не менее, большие очаги в легких нам достаточно хорошо могут быть визуализированы. А средостения достаточно структурно. И структуру средостения мы достаточно хорошо можем дифференцировать при магниторезонанская томография. Вот поражённые лимфатические узлы. Поверхностные ретростернальные лимфатические узлы поражения также могут быть обследованы с помощью магниторезонанская томография. И абдоминальные поражения абдоминальных лимфатических узлов. Здесь показаны цепочки лимфатических узлов вдоль крупных стволов артерии, аорты и нижней половины. Лёгкие. Сама паренхима лёгких является органом-мишенью при поражении метастатическим. И, конечно, лёгкие, классическим и хорошо себя зарекомендовавшись историческим методом диагностики является рентгенография. Да, никаких сомнений нету, когда мы видим эту картину. Мы видим штампованные округлые очаги по всем полям лёгких, разбросанные в одном или с двух сторон. Это сомнений не вызывает метастатическое поражение. Но иногда нам встречаются и такие данные. Есть ли метастатическое поражение или нет метастатического поражения, в этом случае мы сказать, к сожалению, не сможем. Есть альтернатива. Есть альтернатива. И, конечно, этот вопрос, да, вот при таких данных, и он очень большой вопрос, и он принципиальный вопрос иногда, его может разрешить другой способ визуализации, это компьютерная томография. Детализация и чёткость отображения структур лёгкого при компьютерной томографии на порядок выше. И поэтому компьютерная томография при подозрении на вероятность метастатического поражения у такого пациента, конечно, является показанием для назначения компьютерной томографии. Маленькие очаги, здесь порядка 6-7 мм, здесь порядка 4 мм, они хорошо визуализируются при компьютерной томографии. Есть ли альтернатива? Альтернатива существует, и метод рентгенологический развивается, и как альтернатива для того, чтобы сократить ту лучевую нагрузку, которую получают женщины, периодически проходя компьютерную томографию, была предложена технология томосинтеза. Это своего рода такая математическая реэкорнация линейной томографии. Толщина среза при томосинтезе достаточно минимальна, и визуализация очагов, если мы попросим наших помощников идти нажать на вот эту картинку, вот здесь, то будет AV-файл запуститься. И серия, вы можете обратить внимание, хорошая визуализация структуры лёгкого. И ещё раз, если запустите, то я покажу там, где находятся метастатические очаги. Вот мы видим маленький очаг и большой очаг с этой стороны, в верхних сегментах левого лёгкого. Именно томосинтез в сегодняшний момент является достойной заменой компьютерной томографии при плановых систематических обследованиях таких пациентов. Да, действительно, компьютерная томография очень хорошо визуализирует структурные, минимальные структурные элементы лёгочной ткани. И долького строения, и сосудистых элементов. И мы можем визуализировать различные метастатические очаги, различные локализации. Внутрипаренхематозные, суплевральные, миллиардное распространение по всем полям лёгких, вдоль плеврами междолевой и так далее. Это достаточно эффективно и надёжно. Компьютерная томография является также экспертной технологией для визуализации поражения костных структур при метастатическом поражении. Колонка изображения слева демонстрирует явные метастатические изменения в области шейки правой бедренной кости и в крыле правой же подвздошной кости. Это литические изменения, деструкция костной ткани больших размеров. Она достаточно хорошо визуализируется при таких размерах. Уже проведены были ряд достаточно больших исследований. Доказано было, что для хорошей визуализации литического поражения костной структуры достаточно вымывания из этой костной структуры более 50% солей кальция. И только в этом случае мы надёжно можем визуализировать этот очаг. Если этого не происходит, у нас либо сомнения, либо мы этот очаг вообще не видим. И это ложно-отрицательные результаты. Но есть и ложно-положительные результаты, когда… Ну, здесь очаг литический, большой достаточно, а здесь мы видим мелкие округлые очаги по всему своду черепа. Является ли это метастатическим поражением или это всё-таки вариант строения костей черепа? Это хорошо видно при компьютерной томографии, где мы видим, что эти дефекты совмещены с внутренней поверхностью кортикального слоя кости. Это сосудистые разрастания пахеоновой грануляции, которые в норме могут иметь такие размеры. Компьютерная томография, так как технология достаточно быстрое получение изображения, быстрое сканирование, можно обследовать практически достаточно большие протяжённые области, и стандарт обследования может входить и область груди, и область живота. Соответственно, вот здесь реконструкция компьютерно-томографическая всего позвоночника. Мы видим остеосклеротические изменения во всех уровнях, во всех телах и отростках позвонков. Конечно же, мы видим смешанную деструкцию в области основания черепа. Мы видим подобные же изменения в области крестца и подвздошных костей. Но здесь литические изменения в поперечном отростке и в ребре. Кости достаточно хорошо могут быть изменения в костях с помощью компьютерной томографии, может хорошо быть визуализированы. Другая технология – визуализация поражения скелета, на которой я говорил, это радионуклидная технология, это стандартная технология. В некоторых лечебных учреждениях она проводится постоянно таким пациентам. Это синтеграфия скелета. Да, действительно, при синтеграфии скелета она основана на том, что радиофарм препарат специфически фиксируется в тех участках, где плотность костной ткани достаточно высока. Она может быть высокой и в неметастатических очагах. За счет этого появляются ложноположительные результаты синтеграфических исследований. А может и не фиксироваться тогда, когда преобладают литические изменения, то есть литические метастазы, не связанные с повышенной костной плотностью. И тогда мы не видим эти изменения при синтеграфии. Но совмещение синтеграфии и компьютерной томографии, так называемая совмещенная ОФКТ, позволяет избежать вот этих вот ложных заключений и положительных, и отрицательных. Магниторезонанская томография. Может ли она помочь в визуализации поражений костной структуры? Да, действительно, она очень хорошо визуализирует и явные поражения, деструктивные литические изменения в костной ткани с распространением на оболочные пространства и на ткань головного мозга, с распространением на структуру мягких тканей в области лицевого скелета и глазницы. Но и преимуществом магниторезонанская томография является то, что магниторезонанская томография характеризует изменение костного мозга прежде всего. И начальные проявления, начальные проявления, они именно в костном мозге. Сначала метастаз садится в костный мозг, и только потом он разрушает костные балки. И вот эта инфильтрация костного мозга – первый признак метастатического поражения, который может быть визуализирован с помощью магнитризнаса томографии. Брюшная полость. Метастатическое поражение органов живота достаточно частое, как мы видели, и поражение печени, поражение надпочечников достаточно хорошо визуализируется с помощью компьютерной томографии. Очаговые округлые образования с периферическим кольцевым накоплением типично для метастатического поражения. Появление новых очагов, склонных к инфильтративному росту в надпочечнике, будет собой отображать метастазы. Новая технология, ну здесь явное, метастатические многоочаговые поражения печени при контрастировании, при магнитризнаса томографии, демонстрирует возможности магнитризнаса томографии визуализации метастатического поражения. В последнее время появился специфический препарат в ситуациях, когда мы видим очаг, но не можем понять, этот очаг доброкачественного генеза, состоящий из клеток печени, или это все-таки не печеночная ткань клетки печени, это аденома, это гиперплазия, фокально-анодулярная гиперплазия. Достаточно большую проблему в свое время составляли, и их дефиницировать было достаточно сложно при визуализации, только биопсия помогала. На сегодняшний момент появление гепатотропных препаратов, которые специфически накапливаются, то есть избирательно накапливаются клетками, гепатоцитами, можно дифференцировать, эта опухоль состоит, включает в себя хотя бы часть гепатоцитов или нет, и это очень серьезное подспорье для дифференциальной диагностики очаговых поражений печени. Малый таз, поражение яичников, да, здесь действительно традиционно ведущую роль играет ультразвуковая диагностика, легко увидеть, визуализировать увеличение яичников, они сопровождаются зачастую скоплением жидкости в области малого таза, повышение воскулиризации от этого узлового образования будет указывать на метастатический характер этого изменения. При магнит-резнасотомографии структура очага достаточно хорошо может быть тоже визуализирована, двухстороннее поражение яичников, при накоплении контрастного вещества метастазы будут хорошо накапливать контрастное вещество. Что же нам рекомендует общество, которое занимается диагностикой и которое публикует свои результаты своих исследований и рекомендует использовать те или иные методы диагностики? Вот тут одно из авторитетных обществ я привожу на этом слайде. НССН рекомендует для метастатического, для определения, использовать лучевую диагностику для выявления метастазов. Это компьютерная томография с контрастированием, это исследование живота и таза с помощью КТ или МРТ с контрастированием, исследование магниторизнации томографии головного мозга и спинного мозга при наличии симптоматики с контрастированием, исследование сцинтеграфические исследования или ПЭД, категорию 2Б, она обсуждаема на сегодняшний момент, и опционально, то есть в каких-то определенных случаях допускает использование ПЭД с радиоактивной глюкозой. Что же, как мониторировать процесс лечения, мониторировать и контролировать изменения в грудной клетке или в область легких с помощью компьютерной томографии, рекомендуется использовать систему РЕЦИЗ для определения размеров очагов, и радионуклидное исследование в виде сцинтеграфии ПЭД на сегодняшний момент ограничено по своей значимости именно в контроле лечения, потому как, как я сказал, есть литические, есть остеосклеротические изменения, и они в ходе лечения могут меняться. Как часто это используется? Также рекомендации НССН говорят о том, что каждые 2-4 цикла нужно использовать компьютерную томографию, сканирование скелета и ПЭД при определенных условиях. Ну и в завершение вот такое вот сводное, такое комплексное представление о метастатическом процессе в виде такого эмпирического пациента, да, пациентка Х около 60 лет было проведено лечение по поводу рака молочной железы, и не на сегодняшний момент времени она предъявляет несколько типичных жалоб. Это очаговая симптоматика в головном мозге, это боли в спине, это тяжесть в правом подреберье, неприятные ощущения в области тазовых органов и сухой кашель, одышка, соответственно, в лёгких. Что же мы такому пациенту можем посоветовать или назначить для комплексного представления, комплексного обследования, представления о… Прошу прощения, уже интрига, да, несколько ушла, но тем не менее, мы можем такому пациенту назначить магниторезнасную томографию, остеосиндиграфию, КТ груди, живота и таза, как представление всех органах системы ПЭТ всего тела, или всё это сразу можем представить, или что-то другое можем представить. Любой из этих ответов, сразу, да, могу сказать, является правильным, да, на сегодняшний момент времени мы можем назначать и имеем право назначать, исходя из симптоматики пациентов, чтобы получить ту или иную информацию. Но от интрига всё-таки остаётся, может быть, что-то другое на сегодняшний момент времени является перспективным в получении информации о метастатическом поражении. Да, действительно, это что-то другое есть, это технология магниторезнасной томографии, и она на сегодняшний момент времени всё больше занимает такой интерес, приковывает внимание со стороны не только лучевых диагностов, но и онкологов для характеристики генерализованных поражений. Это может быть и онкогематологические процессы, это и метастатические процессы, это МРТ всего тела. Эта технология стала доступной сравнительно недавно, не все аппараты могут это выполнять. В нашем, к счастью, институте это возможно, и мы имеем такой опыт. Здесь представлены данные исследования женщины с опухолью молочной железы, и мы видим изменения в области средостения, изменения в лёгких, мы видим изменения в ребрах, вот первичный очаг поражения, изменения в подвздошной кости, и в сагитальной плоскости мы видим изменения в позвоночнике. Это плоскостные изображения, мы можем это представить, если опять же наш помощник нажмёт, и это может быть представлено в виде трёхмерной модели поражения. Мы видим тёмные очаги, вот по типу PET-раскраски, тёмные участки, это диффузионно-звешенные изображения. Они будут соответствовать метастатическим поражениям тёмные участки, которые отображают изменения диффузионных процессов. Технология получения таких изображений заключается в том, что бровновское движение, тепловое движение молекул воды, оно, скорость этих перемещений, оно зависит от межклеточного пространства. Опухолева ткань, как правило, компактная, клетки очень близко друг к другу расположены, и поэтому вот эта вот диффузия ограничена в опухолевой ткани, и мы это можем видеть. Вот эти участки ограничения диффузии будут, соответственно, метастатическими. Таким образом, мы подводим итог от того, что мы, когда мы подозреваем поражение головного мозга, мы назначаем магнит резнас в томографии, когда мы ищем метастатическое поражение лёгких, технология стандартная является компьютерной томографией, соблюдением определённых правил, когда мы ищем поражение костей, мы можем использовать остеосцентографию, компьютерную томографию или, опять же, МРТ, и рентгенографию, она остаётся в арсенале лучевой диагностики. Поражение паренхематозных органов брюшной полости – это КТ или МРТ с контрастированием, поражение малого таза – МРТ с контрастированием или ультразвуковая диагностика, поражение лимфатических узлов в компьютерной томографии – МРТ с диффузионно-взвешенными изображениями и допускается использование ПЭТ. И если мы видим генерализованное поражение, то есть поражение и нескольких органов, и систем, то тогда предпочтение отдаётся комбинации магнитно-резнасной томографии нервной ткани и компьютерной томографии грудной полости живота и таза. Как альтернатива на сегодняшний момент времени рассматривается магнитно-резнасная томография всего тела, о том, что я говорил, плюс для выявления мелких очагов КТ к грудной полости. И ПЭТ-КТ также остаётся в арсенале. Таким образом, мы должны понимать, на какую рыбу мы идём охотиться, поэтому нужно заготовить те снасти, может быть, самому физически подготовиться для поиска или решения той или иной задачи. Вот такое заключение. Спасибо за внимание. И хотел бы ещё пару секунд, если вернёмся в слайд, прорекламировать мероприятие, которое будет проходить в рамках прикурса «Белых ночей» 21-22 июня. Те из вас или те, кто нас слышит через интернет, могут принять участие в этом прикурсе, который будет посвящён аспектам лучевой диагностики рака молочной железы. Но там будут и, конечно же, разбираться вопросы и по лечению, по патоморфологии рака молочной железы. Спасибо большое. Спасибо.